Как живет и работает культурный центр Елизавета Мамонтова в Ходькове. Увидеть все своими глазами приехали специалисты Домов народного творчества 25 регионов России, от Архангельска до Якутска. Встреча прошла в рамках 13-го Всероссийского обучающего семинара, который проводит Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова для руководителей учреждений культуры. Это узкий такой проход, он очень крайне неэффективен. И мы обсудили с нашими художниками вот такой вот эскиз. То есть эффект будет того, что это фактически большой театр. Поделиться с коллегами есть чем. Именно с культурного центра Елизавета Мамонтова пять лет назад началась традиция красить стены домов культуры в яркие цвета. Красный, оранжевый, изумрудный. Кроме цвета интерьеры украшают авторские граффити. Работа над ними продолжается. Мне кажется, что это очень интересно, по крайней мере, когда ты приходишь в Дом культуры, ты попадаешь в какое-то культурное пространство, в эту необычную атмосферу, заряжаешься ей этим театральным таким историческим шрифтом, этим граффити. И я думаю, что, знаю, что коллеги будут дальше развивать вот это направление, расписывать свои стены. Я думаю, что это будет привлекать новых посетителей. Гордятся в центре современной мультимедийной студии. Здесь записывают музыку, монтируют видеоролики и снимают на хромакей. Во время карантина, когда центр был закрыт для посетителей, здесь выпускали до шести роликов в день для ютуб-канала центра. Отсюда же мы контролируем часть города. Это парк Покровский, это тропа Абрамцевская. То есть, не выходя отсюда, мы можем списать рекламку и распределить это все, раскидать куда нам нужно. Кинопремьеры, театральные антрепризы, выставки, кружки – это только небольшая часть работы, которая ведется в центре. Одной из своих сильных сторон сотрудники центра считают работу в городе. Например, уличные граффити, скульптуры, бульвар художников, арт-базары и культурные программы в парке Покровский. Надо не замыкаться внутри учреждения, а надо быть мозговым, надо быть культурным центром, который должен свою просветительскую деятельность выплескивать на улице того города, в котором он находится. Я сейчас просто сижу, делаю, записывала здание, из которого можно действительно сделать конфетку. И благодаря руководству, благодаря команде, собственно говоря, вот эта конфетка есть. А еще в центре выпускают книги про сергиево-посадскую игрушку. И теперь готовят к выпуску уникальное краевическое издание для детей по истории сергиево-посадской земли. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok